здравствуйте мои дорогие пока отличная погода светит солнце с освещением все в порядке хотела снять еще вот такое вот видео показать вам кое-какие предметы декоративной косметики которые приобрела то есть я не стараюсь там за каждым средством ходить а вот что-то меня там нужно было и я одним скобом всего купила и вот протестировала и показываю вам одним из приобретений это у меня была пудра рассыпчатая пудра для пользования дома то есть у собой наверное не возьмешь потому что насыпется ну наверно многие знают об этом вот это пудра вот такой вот фирмы new ways я не знаю я никогда не пробовала и мне посоветовал подруга сказал что она как бы очень хорошая я решила попробовать взяла выглядит она таким образом так вот она не очень много по-моему это номер 98 51 true touch вот такая вот крышечка тут зеркальце и в наборе еще идет вот такая вот кисточка пудра отличная скажу вам она покрывает таким тонким слоем незаметным освежает лицо такой вот светоотражающий эффект есть немножечко не скажу что блестит но мне она устроила цвет прям очень хорошо подошел такой и не белые не светлые и не темные такой вот среднего цвета единственное мне что мне не понравилось то что приходится и куда-то высыпать прежде чем пользоваться потому что она здесь ее даже снизу стряхивать то она как-то не не так никак не выходит скажем так я приспособилась я ее немножечко там куда-то высыпаю и уже пользуюсь буду отлично мне понравилось прям довольно покупочкой потом я еще купила не удержался я люблю эту пудру так как была распродажа я взяла вот такую пудру max factor я давно покупая ее она мне нравится это в цвете 13 она вот сказать такая не темная не белая очень хорошо она ложится то есть его можно собой брать куда-то в сумочку положить единственное что мне мне не нравится то что у нее нет зеркала нужно обязательно применять вместе зеркало то есть нужно обязательно собой носить зеркало вот в чем дело так потом я увидела в продаже ну то есть может быть и мне не нужно было от мебели 3 средства взяла это значит блеск для губ это так 273 номер такая так так то на выглядит если то есть очень хорошо ложится на клубы кисточка очень удобная цвет такой яркий обычный блеск ничего выдающегося нет и ну и ничего такого там плохого я про нее тоже не могу сказать вот она у меня сейчас на губах не скатывается не ничего подобного такого нет потом купила этой же фирмы румяна сейчас покажу поближе этот такой персиковый цвет такой нежный немножечко с блеском ложится хорошо очень приятный приятные румяна и также были приобретены этой же фирмы это же серии мебели такие тени я люблю этот цвет на палетке он выглядит таким вот светлым на глазах он не выглядит таким он более темный но достаточно сильный сильный блеск я конечно не очень это люблю но тени как как сами тени очень хорошо ложатся не сыпется когда их начинаешь наносить нет такого вообще подобного это номер 816 там их очень очень большой выбор из темных я вот увидела вот это 816 был еще 815 они подобные и остальные уже все какие-то нереальные цвета поэтому взяла потом был приобретен вот такой вот карандашик я не знаю недорогой совсем практически совсем копеечный но мне что мне понравилось он так мягко ложится вообще не напрягая видно наверно черчу даже не прилагая никаких усилий глаза не раздражает до такой степени мягкий и я не знаю нарисованы и написано что это коричневый но я не знаю коричневым тут мне кажется не пахнет скорее всего такой серовато темноватый цвет это фирма эвелин для глаз очень прекрасно мне понравился то есть цена у него совершенно какая-то такая смешная и взяла я не только из-за цены ну может быть из-за цены тоже но просто я увидела то что коричневый цвет коричневый цвет такого и такого качества редко найдешь поэтому его взяла очень довольна вот этой покупочкой потом решила попробовать это у нас я не знаю как сказать это крем маскирующий и такими вещами никогда в жизни не пользовалась взяла только для пробы выглядит он вот так вот у него кисточка это в цвете номер 02 тоже какой-то совершенно недорогой фирма я не знаю как это называется я когда покупаю какую-то косметику что-то меня заинтересовало я очень-то не обращая на фирмы какое-то внимание главное мне чтобы понравилось и чтобы мне подошло ну что могу я сказать первый раз попробовала ну и мне кажется я и больше не куплю такие вещи и мне они не нравятся и не подходит такой густовато он мягкий главное его не выдавливать наверное слишком сильно не нажимать потому что выйдет таким комком цвета видите такой вот цвета у меня совершенно не подошел он какой-то коричневый кирпичный такой довольно таки тёмный но по крайней мере я попробовала я убедилась что во первых и цвет не было тестера я взяла просто так на пробу без тестера из был первый второй третий то я взяла средний немножечко ошиблась надо было видимо брать первый номер потому что он был посветлее такая вот покупочка ну из-за того что цена у него не велика то я как-то не разочарована то есть пускай будет может еще пригодится для загорелой кожи может быть и самый тон так потом были приобретены лаки я для каких-то там как сказать делаю какие-то рисунки там какие-то там интересные интересный маникюр и поэтому я покупаю небольшие лаки чтобы они высыхали и вот такой вот лак недорогой golden rose такой вот он нежно-розовый не так вот на ногтях у меня если и сверху я на него наношу вот такой вот уже у меня давно лак next с мелким мелким шиммером но он такой прозрачный потом купила вот такой вот почти черный лак но он не черного где-то сероватый тоже очень много блеска и вот такой вот белый для французского маникюра такой вот и также приобрела вот такие вот трафареты трафареты для французского маникюра вот их там 50 штук тут вот нарисовано как это делать тоже там какая-то недорогая бюджетная покупочка просто решила показать что я иногда покупаю вот насчет цены вот если кому-то интересно она стоит совсем ну вроде все насчет моих покупок все что нужно было я взяла и еще я конечно приобрету что-то расскажу обязательно но стараясь я сдержать себя в покупках не покупать много то есть остальное у меня все есть и мне это не нужно главное чтобы для меня это не лежало чтобы я пользовалась достаточно уже набрала блесков для губ я думаю что надо с этим тоже дело прекращать поэтому пока декоративная покупка закончилась у меня ну еще мне нужны конечно тени каких-нибудь более таких разнообразных чтобы было побольше и ну обязательно расскажу что как если что-то приобрету вы пишите мне пожалуйста комментарии рассказывайте что что как может быть что-то вы интересное купили я себе обязательно записываю хотелочки покупаю потом тоже мне интересно некоторые вещи прям вот когда вы пишете я покупаю стиру мне тоже очень нравится прям очень рада за ваши советы спасибо за внимание надеюсь была полезна вам пока пока